Привет, друзья! Сенсация недели. Спецназовец российского ГРУ Игорь Саликов, которого вытащил из России Владимир Осечкин. Сейчас мы с Сергеем Жерновым начнем анализировать вот эту вот фантастическую спецоперацию. Сергей, привет! Привет, Глеб! Привет всем нашим зрителям! Значит, я хотел сразу, я нарезал много-много видео из всяких вот двухчасового огромного кирпича, который лежит у Володи на его канале. И вот мы начнем такого системообразующего политического заявления Саликова, когда он уже вне опасности. Потому что я понимаю, что, ну, в стране мордор, пи***, с полной. Но у меня встал сейчас вопрос, что я столько лет шел не туда, и отчасти помог этому режиму, понимаешь? То есть на мне вот это пятно, вот это вот все ху**и. Он очень умный, Сергей. Я думаю, вы, как разведчик, проанализировали, и вы понимаете, какое колоссальное отличие у этого спецназовца от Мишкина и Чипиги, которые там что-то лепетали про Солсберецкие шпили, помните? Да, ну, здесь явно совершенно абсолютная разница огромная. Это действительно очень крутая операция. Это впервые, я думаю, такого уровня человек убегает из этой системы. Вот, может быть, будем надеяться, что не последний. Извините, у меня кот тут камеру трется и не дает мне возможности мне с вами поговорить по-нормальному. Вот, это, конечно, очень крутая операция. И Владимир Арсеньевич, он рассказал, что она заняла очень много месяцев. Это очень серьезная была проверка. То есть этого человека надо было сначала проверить, убедиться в том, что то, что он рассказывает, правда. То, что он рассказывает, это не оперативная игра путинского режима, потому что такие вещи бывали. И такие вещи могут всегда быть. Подставляют как бы человек, который раскаялся, выводят его за границу, и он потом начинает там устраивать шухер какой-то в правозащитных организациях и в международном уголовном суде. Вот, это все было проверено. Его вывели, это супероперация. Сначала ему удалось, не удалось выехать, потом удалось выехать. То есть, на самом деле, здесь, конечно, очень серьезная была операция. И самое главное, что это свидетель абсолютно бесценный. Это человек, который практически с самого начала, с 2014 года, стоял у истоков этой бодяги, которую Путин устроил в Луганске и в Донецке. Человек, который изнутри может рассказать, что все то, что Путин вешал на уши, лапшу, значит, западу, что их не тут, это зеленые человечки, это не мы, это не Россия, это какие-то там сепаратисты донецкие, луганские. Вот все это фигня, это доказано. Ну, уже он не первый человек, который это доказывал, потому что Путин сам нам рассказал, что он незаконную организацию, значит, Вагнер финансировал из госбюджета. Но, тем не менее, вот этот человек, который прошел через все стадии, участвовал в создании, кстати, не только ЧВК Вагнера, но и ЧВК Редут, который сам воевал, кстати, в многих точках за границей, в Африке, в Сирии и так далее. То есть человек, который очень много чего может рассказать, это боевой офицер. Он видно, что он крутой спецназовец, даже по физической форме видно, что этот человек, в общем, с ним в темном месте, не очень хотелось бы встретиться в иной обстановке, когда у него совсем другое задание. И это человек, который сознательно пошел на то, чтобы согласиться, ведь он рискует очень многим, он рискует, срок говоря, получить срок пожизненного заключения в Гааге, потому что то, в чем он участвовал, это очень серьезные воинские преступления, и, безусловно, это, конечно, очень крутая вся история. И я думаю, что мы ее, кстати, будем к ней возвращаться еще не раз, потому что самое главное, что с этим человеком, для него самое главное теперь дожить до суда, чтобы довели всю эту историю до суда, чтобы... Ну, с ним уже многократно работали, кстати, прокуроры и украинские, и Международного уголовного суда, то есть уже там какие-то показания запротоколированы. Он явно уже дал уже там брифинги многочасовые, многодневные, многонедельные. С ним наверняка уже были. Но все равно такой человек важен, чтобы он дошел до суда непосредственно до процедуры. И тогда, конечно, это будет... Я думаю, что это бомба будет, конечно, медийная и юридическая с его показаниями. Сергей, бомба уже есть, и я прошу нам показать вот сейчас видео из аэропорта, где он счастливо освободившийся, и Володя Осечкин, который не спал всю ночь, вот он с ним прямо на прямой связи, вот с этой, давайте посмотрим, атмосферно, знаете. Давай, с прилетом. Я просто думаю, чтобы вам эмоция какая-то была, чтобы вы поняли, что я... Потому что мне некогда было там написать. Когда я сел, сидел еще в самолете, интернет пропал, понимаешь? Вот уже не было. Ты всей команде просто ночь, просто украл ночь у нас у всех. Ну ничего. Сергей, тут я сразу добавлю несколько очень жестких вещей. Володя в многочисленных интервью, которые я тоже отсмотрел, он проговаривается, что международный этот вот уголовный суд пока, мягко говоря, этого парня не хочет. То есть пока он принял только заявление о его явке с поличным, и не более того. А в принципе Саликов приехал и сдался нидерландским властям, как вот может любой из нас сдастся и сказать, я против режима, дайте политическое убежище, вы понимаете? И дальше Володя пытался ему хоть какую-то минимальную охрану организовать, и охраной вроде бы занимается МВД Нидерландов. И то есть Володя проговорился вот немножко в разговоре с Марком Фейгином, немножко в разговоре с Юлией Лапининым, но и то, и другое, это по часу. Но там есть вот эти вот крупицы Володины невероятной обиды на международных чиновников. Слушайте, что они творят? Да, это, кстати, мы уже не раз с вами обсуждали, потому что, так сказать, у нас немножко мифологизированный взгляд на западную структуру, на западное сообщество, и мы считаем, что достаточно появиться где-то на Западе, и всё будет замечательно. Я, кстати, вам напомню, я сегодня уже где-то это говорил, но это повторение мать учения, у украинцев тоже были проколы. Вы вспомните этого человека из Вагнера, который сдался украинцам, который им рассказал много чего про Вагнера, а потом его они обвиняли на азовцев, и его убили кувалдой вагнеровцы на видео, публично была казнь, и это был огромный прокол. Я считаю, вообще это стратегическая ошибка украинской стороны, потому что такого человека нельзя отдавать, совершенно нельзя отдавать, потому что если западное сообщество и Украина начнёт торговаться потом этими людьми, то никто не будет сдаваться, никто не будет переходить на его сторону, и не будет никаких свидетельских показаний. Вы знаете, это такая же история, как с мафией, на самом деле, потому что мафия, когда тоже надо расследовать преступления, то им дают иммунитет от уголовного преследования, потому что понятно, что если лейтенанту дать уголовный иммунитет, то он расскажет о генерале, он рассказывает о крёстном отце мафии, и там гораздо больше будет выгоды для правосудия, чем привлечь к ответственности одного этого офицера, лейтенанта в мафиозной структуре. И это очень важно, кстати, действительно, я согласен, что вы знаете, это очень неприятная вещь, которую мне просто неприятно рассказывать о ней, потому что я сам через это дело проходил, у меня было три года с половиной общения с французскими административными органами, несмотря на все мои дипломы национальной административной школы при премьер-министре, несмотря на всю мою многолетнюю, несколько десятилетий знания Франции, работы во Франции, связи во Франции и так далее, просто не очень хочется это рассказывать, потому что тогда люди поймут, что, в общем, западный мир не так красиво устроен, как может показаться, и это работает объективно на Путина. Вот поэтому я молчу в тряпочке, в тряпочке очень часто о таких вещах. Мы с вами тоже говорили о каких-то проколах демократии, когда вы человек более прямой, и когда у вас есть сомнения, вы просто их высказываете. А у меня еще есть воспитание такое функционера, когда я не очень стараюсь выносить этот ссор из избы, потому что я понимаю, что просто если его вынести, то это будет, ну, скажем так, не в нашу пользу, не в пользу демократического лагеря. Но будем надеяться, что в этой истории все будет нормально, все закончится так, как должно закончиться. Вот, кстати, у Владимира Осечкина в этом смысле есть собственный опыт, и уже тоже многолетний, да, потому что даже тот человек, который его самого, так сказать, забирал во Францию, оказывал ему помощь во Франции, я не буду называть его фамилию, он, ну, довольно известный все-таки человек, вот, и у него тоже, на него писался донос, какая-то там дама замужем за французом, написала на него донос, у него тоже был там обыск дома. То есть, на самом деле, таких историй, вы знаете, если поискать их куча, вот, но будем надеяться, что здесь все будет состояться нормально, потому что, конечно, уровень этого свидетеля настолько высок и настолько важен для всей этой истории, что я думаю, что, может быть, подключаться какие-то, какая-то на политическом уровне. Мы сейчас посмотрим видео, где наш герой Игорь Саликов еще чувствует свою опасность. Такое ощущение, что он записывает это из России, общается с Володей Осечкиным еще из России, и там такое, знаете, философский взгляд на мир. Вот посмотрите. Скажем так, ушел на вольные хлеба, стал наемником. Криминальная структура – это не опыт ГРУ. Ну, его можно так тоже сказать. В принципе, что такое там спецназ ГРУ или подразделение – это, в принципе, те же бандиты, только узаконенные. То есть, как бы, с мандатом лицей, которые действуют в интересах государства. А принципы и все решения – все то же самое. Вот очень важно то, что сейчас сказал Игорь, обобщающий, что ГРУ – это те же бандиты. И мы сейчас попозже поговорим, и что наши грушники делали, страшно сказать, в Индонезии, в Африке, везде. Но начнем просто вот с… Просто я биографию напомню этого человека для тех, кто не может лазить по этим многочасовым видео. Значит, смотрите, мужику 60 лет. Он… Его выгнали из военного училища. Это чем-то надо было заслужить, чтобы тебя на последних курсах выгнали из военного училища, хотя ты крутейший спортсмен, прям десантура. И его сразу отправляют в Афган, в десантуру, потому что абсолютно боеготов для этого. Там он уже проходит опыт, как говорится, мочить мирное население, не побоюсь этого слова. И в 94-м году, когда вот эта неразбериха в России, он тоже болтается, ищет себе применение, как он сказал, в криминальных структурах. И тут Чеченская война. И его тоже хотят загрести туда. И он говорит, о, ребята, не готов. Отвалю-ка я за границу. И с тех пор, как он говорит, он вот в этих структурах ЧВК. То есть частные военные компании российские существуют и работают по всему миру, страшно сказать, с 94-го года. Сергей, что они там делают? Ну, например, в Африке. Вы знаете, это история, о которой мы уже начинали с вами говорить. Я вам каждый раз рассказываю. Ну, не вам конкретно, Глеб, потому что вы уже поднаторели, вы уже знаете, что это такое. Но нашим слушателям, прежде всего. Что вообще всё, что касается внешней политики и участия специальных служб во внешней политике, это всё преступная абсолютно деятельность. Причём это преступная деятельность для всех стран. СРУ такая же преступная организация, как и СВР, и как и ГРУ. И французская разведка такая же преступная организация, как и любая другая. Любая разведка — это преступники. Это люди, которым государство разрешает заниматься преступной деятельностью под прикрытием государства. Это распространяется на все разведные службы. И в этом их, кстати, коренное отличие от контрразведки. Контрразведки — это полицейские, которые ищут предателей и шпионов внутри страны, и они в этом смысле, так сказать, работают в рамках закона своей страны. Разведки всех стран — это бандитские организации, которым их государство позволяет заниматься тем, что государство не может выносить на свет Божий. И поэтому для работы в более спокойных условиях... То есть есть то, что называется легальная разведка. Это те люди, которые ездят под прикрытием посольств, консульств и прочих российских и советских загранучреждений. А есть нелегальная разведка и есть вот эти вот самые ЧВК. То есть есть, грубо говоря, целые структуры, в которые государство сказало, что мы к вам не имеем никакого отношения официально. На самом деле Путин сказал, Путин признался, что эти структуры финансируются напрямую из госбюджета. За них отвечает государство. Вот в частности Вагнер, Редут и прочие всякие. Это либо Министерство обороны, либо конкретно Главное разведное управление Генштаба. Значит, человек, который в Генштабе, в ГРУ их курировал, это был первый заместитель Алексеев, который участвовал с Пригожиным, ну там, так сказать, имел довольно близкие контакты с Пригожиным, а он не мог их не иметь, потому что ГРУ поставляло бойцов, и ГРУ занималось организацией всякой террористической и специальной деятельности за границей. Пригожин был всего лишь менеджером, который заведовал деньгами этой бодяге. То есть его взяли просто. Путин сказал, что мы через тебя, через Пригожина, через твои российские официальные структуры пустим какой-то поток финансовый, и ты налом будешь расплачиваться со всеми этими людьми, чтобы там не торчали уши государства. И все. И поэтому ему давали официальные контракты типа кейтеринга, типа строительства и еще чего-нибудь от Министерства обороны. Таким образом на него переводили огромные миллиардные бюджеты из Министерства обороны, а дальше он это обналичивал и уже дальше распределял и заведовал этими деньгами, чтобы финансировать эту абсолютно незаконную деятельность, которой занимается государство. Вагнер был создан там в 2013-2014 году. Но вот этот человек абсолютно прав. Все эти структуры существовали и до этого. И была Сирия, и была Африка, и был Афганистан, и был, и черт, и дьявол был. И чего только не было. Индонезия. Ид shoppingputer. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»